Ну что я могу сказать на эту тему, учитывая, что я еще раз говорю, что какое-то время жила именно на Восточной Украине, где все говорят по-русски и говорили много лет назад и сейчас. И, конечно же, вот моя давняя подруга приехала вот недавно с двумя детьми, со всей своей семьей, потому что были там уже сложности большие, маленькие дети, и хочется все-таки, во-первых, для детей это травма, опять же, определенная, что ребенок слышит какие-то взрывы, суету, страх, это очень плохо для дальнейшего развития, поэтому она приняла решение приехать, сейчас приехала в Москву, и мы стараемся как-то помочь, но столкнулась с рядом трудностей, безусловно, именно связанных с какими-то бюрократическими моментами, но, с другой стороны, это тоже правильно, потому что, может быть, мошенники какие-то есть для того, чтобы действительно убедиться, что этот человек действительно нуждается в помощи. Ну, хочу сказать, что местные наши жители помогают и активно участвуют, и вот сейчас ей даже женщина предоставила жилье с ее детьми, вот она живет сейчас в квартире, и это все бесплатно она делает, эта женщина, дай бог ей здоровья, как говорится, и наши прекрасные люди, вот русская душа, да, добрая, открытая, многие люди действительно сочувствуются, страдают и помогают. А вот, а что касается трудоустройства, ну, трудоустройство, она сейчас сама решает этот вопрос, то есть ищет место работы, вот, говорила, что есть трудности с оформлением документов, ну, видимо, наверное, это опять же правильно для того, чтобы действительно убедиться, что этот человек действительно нуждается в помощи, что он приехал именно оттуда, откуда он приехал, вот. Вот, ну, потихонечку все налаживается, и я думаю, что все будет хорошо, вот. Конечно, хочется призвать людей, которые сострадают, и которых есть какая-то возможность помочь этим людям, особенно, когда это одинокие мамочки, вот как она, у нее муж умер, и она сама вот с детьми бьется как-то, да, пытается выжить просто элементарно, оставила все, что было, квартиру, все, что она заработала, она очень трудолюбивая женщина, вот, и, к сожалению, вот такая сейчас ситуация, поэтому мы тоже все стараемся участвовать в этом по мере своих сил, вот, хочется, чтобы все было мирно и хорошо, но, учитывая те известия, которые там я получаю от своих знакомых, ситуация напряженная, кто уж виноват, там, непонятно, но обычные люди страдают, плачут, испытывают трудности, и реально страшно, ну, не хотелось бы оказаться в такой ситуации.